Всем огромный привет! Я, как всегда, очень-очень рада видеть вас на своем канале. Большое спасибо, что зашли. Сегодня опять будет влог, так как я уже говорила, что жду посылки с Алиэкспресса. И, наконец-то, они все уже здесь, в Эстонии. Большую часть я получила. Еще осталось 5 посылок, которые лежат на таможне. В течение вот этих 5 дней их как раз проверят. И я думаю, что в пятницу они уже будут у меня, и на выходных я сяду снимать видео. Я сейчас очень много заказываю разных мелочей, которые уже тоже заказывала раньше. Потому что есть такая вероятность, что, возможно, потом после июня месяца будут какие-то сложности с доставкой, с покупкой товаров оттуда. Поэтому я делаю это сейчас, потому что есть многие вещи оттуда, которыми я пользуюсь регулярно. Они мне все время нужны. Те же вот карандаши для бровей, которые я постоянно покупаю, спонжи. И сейчас близятся выпускные как раз. И на 18-е и 19-е число ко мне записалось очень много народу на макияж. Я, естественно, заказывала ресницы, потому что все хотят ресницы. Я заказывала спонжики, потому что буду очень много использовать и спонжи тоже. Так как летом ко мне, кстати, особенно много приходит на макияж. Потому что праздники, дни рождения кто-то справляет. И все хотят, естественно, быть красивыми. Поэтому лето у меня даже такой сезон, и некоторые замуж выходят. Я вот недавно девушке делала макияж. Сначала пробный, а потом уже непосредственно на саму свадьбу. И как раз вот летом у меня очень много всего этого уходит. И я боюсь, что лавочка может прикрыться. Потому что не вижу смысла, например, покупать те же спонжи от Beauty Blender, которые стоят 19 евро один. Если я могу купить набор классных спонжей. Я уже покупала, покажу вам тоже в этом видео. Очень рекомендую. Можете присмотреться. Они вообще ничем не отличаются. И они намного больше... Они намного больше мне нравятся по качеству, чем тот же Beauty Blender. Потому что они не вбирают в себя большое количество тональной основы. Они очень хорошо распределяют ее. И они не такие пористые, быстро не изнашиваются. Поэтому, да, я вот с Алиэкспресс сейчас стала такие мелочи заказать. Ну и были какие-то у меня покупки. Там более такие глобальные. Не скажу, что что-то из техники. Нет, просто для себя какие-то вещи, которые мне там приглянулись. Так что вот. И что еще хотела сказать? А, я тут выкладывала. У меня есть телеграм-канал. Если вы еще не знаете, я оставлю на него ссылку снизу. Это телеграм-канал, который связан именно с этим каналом. Потому что на тот момент, когда говорили, что с Ютюбом будут какие-то перебои, проблемы. Может быть, его там вообще закроют. Я сделала себе вот резервный телеграм-канал. И периодически вот выкладываю ссылку. Вы можете присоединиться. Там я гораздо чаще нахожусь, чем здесь. И могу выложить какие-то новости. И вот я выкладывала как раз недавно, как Женя позавчера, по-моему. Ну, я не знаю, когда я выложу это видео. Может быть, в понедельник. Ну, тогда будет позавчера. Он ездил в лес покататься. Ну, не в лес. Он у нас есть. Мы живем вообще. Мой город находится в зоне заповедника. У нас так и называется. Если вам интересно, можете посмотреть в интернете, как это все выглядит. Называется Лахимовский национальный парк. Тоже, если не забуду, ссылку оставлю. И у нас здесь встретить какое-то животное, если ты немножко за черту города выезжаешь. Ну, то есть ты практически находишься еще в городе. Но просто у нас везде леса, поля. Встретить какое-то животное вообще не является какой-то проблемой, потому что их здесь много. Лисы, медведи, кабаны, там мелкие всякие животные. Я уже о них не говорю. И Женя поехал, значит, покататься на велосипеде. И пишет мне сообщение на Viber. Типа, что я сейчас чуть не умер от страха. Я думаю, что случилось? Ну, может быть, даже не представляю, чего он может испугаться, потому что он вообще на самом деле мало чего боится. Он мне присылает фотографию, где по дороге в одно время идет медведь и с другой стороны идет лиса. Я вообще такого никогда не видела. Когда он мне прислал фотку, я там сначала не разглядела. Я стала увеличивать и не поняла, это собака идет. Потому что, когда я смотрела вторую фотку, там вообще даже на животное особо не было похоже. Я думаю, или это, я не знаю, палка, не палка, а куча мусора или что-то. Ну, непонятно было. И вот когда он уже другую фотку мне прислал, там отчетливо я увидела, что это лиса. Я говорю, а сам ты где находишься? Он мне говорит, я лежу в канаве вместе с велосипедом, типа вот фотографирую их. Я честно, я была в шоке. Просто, ну, я говорю, ты что, вообще что ли? Надо было брать велосипед и бежать с этим велосипедом или прыгать на него. И в сторону дома быстрее крутить педали. Но потом, когда мы уже разговаривали, он приехал домой. Он говорит, а что я мог сделать? Они были очень близко. И обращать на себя внимание, ну, как бы глупо было прыгать на велосипед. Медведь же мог вернуться и побежать. Он уже не как бы плохое зрение. И это были уже, ну, начинало смеркаться. Ему сначала вообще показалось, что это медведица идет. И сбоку медвежонок. И только потом в телефон он разглядел, что это была лиса. Но это ужас, конечно. Я бы даже не знала, что я сама в такой ситуации делала. Я бы, наверное, засела там в этой канаве и поглубже в тору зарылась. И он подождал, пока медведь чуть-чуть уйдет в лес. Сел на велосипед, еще проехал мимо лисы. Он сказал, что лиса вообще была в шоке. Она не знала, куда ей бежать. Испугалась бедная. И мне в комментариях там стали писать, что чаще всего они выходят, когда у них там бешенство. У нас в Эстонии с какого-то года, по-моему, не зарегистрирован ни один случай бешенства. Потому что у нас каждый год распространяют, наверное, ну, что-то летает и скидывает препараты против бешенства. Поэтому не было у нас такого. Так что я думаю, что либо они были голодные. Потому что сейчас еще есть нечего из-за того, что у нас весна. Ну, просто весна, она даже еще не начиналась. То есть ничего не успела ни поспеть, ни созреть, чтобы медведь мог поесть. Или лиса там что-то могла поймать. Потому что, ну, пусто, просто пусто. Нечего есть. Они, скорее всего, голодные были, что тоже, кстати, очень страшно. Либо они просто вышли вместе погулять. Я даже не знаю, как они оказались вместе, но я такое вижу первый раз. Вот я вставлю фотографию здесь. Ну, и вы также можете вступить в мою телеграм-группу. И там я тоже выкладываю периодически вот что-то такое. Может быть, что-то интересное для кого-то. Так что вот, обязательно оставлю ссылку. И, наверное, уже перейду ко влогу. Кстати, видео покажу вам. Заказывала я из магазина Синсай. Синсай, Синсай. Ну, я думаю, что вы знаете такой магазин. Кстати, девочки мне писали, что в России он закрылся. Я читала, что он как бы возвращается на рынок. Только будет у него другое название. Си. Не знаю, если неправильно, поправьте меня. Вот. И я заказала там посуду для дома. Я в таком восторге осталась. Потому что, ну, посуда была довольно бюджетная. То есть мне там обошлась, ну, не больше 20 евро. Но качество просто супер. Ну, видео увидите. Ну, и, в общем, давайте уж не буду болтать. Перейдем ко влогу. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Всем доброе утро. Сегодня у меня утро начинается с того, что я хочу перелить все свои шампуни и дужгели вот в такие вот бутылочки, которые я покупала вот на Алиэкспресс. Вот у меня уже в двух я начала перелила дужгели. И сейчас хочу в самую большую перелить шампунь вот этот и выбросить вот эту большую бутылку, потому что она просто очень много места занимает. А я все хочу поставить на полочку, которая у меня здесь сбоку. Вот. И сейчас, в общем-то, этим и займусь. У нас в подъезде идет ремонт, реновация. Так что, если будут какие-то посторонние звуки, я сразу прошу прощения. Сейчас я ее открою. Так. Вот, слышу, Лева идет. Слышал, что я с кем-то разговариваю? Так. В общем, берем все это дело и вот, буду наливать сюда. Потом просто надо подписать или как-то пометить, что у меня здесь шампунь. Я-то помню, но для всех домашних, чтобы знали. Мама! Мама! Что? О, прям вот тютелька в тютельку хватило. Замечательно. Мне совсем еще, правда, чуть-чуть осталось. Прям хочется до последней капли, потому что... А-а-а, все, у меня куда-то... Ну, в общем, не буду жадничать. Она иначе-то затянется надолго. Я тут все испачку, если буду дальше лить. Так. На данный момент я перелила четыре средства. Три, то есть. А баночки у меня всего четыре. Остальные в это время просто держу в ящике. Вот они потом так красиво стоят, мне нравятся. Очень качественно здесь пластик. Так что я прям... Ну, вот как-то так. Ну, не здесь они, естественно, будут стоять. Это я просто показываю. Вот три бутылочки я пока заполнила. Привет! Привет! Ты пришел на маникюр? Да. Будем делать ногти? Да. Да. Ну, давай. Сую ручку. Будем ждать. Надо ждать, пока здесь будет девяносто девять. Ну, это очень долго стоять. Ты будешь столько стоять? Ну, ладно. Давай, стой. Так, сразу все в сборе. Сейчас будем открывать посылку. Я заказывала с Сенсай посылку, но заказывала ее только ради тарелок. Ну, заодно там накидала и свечей, и одежды там на лето. Эльву. Тем более там скидки. А такую летнюю легкую одежду я не вижу смысла тратить много денег. Тем более лето его ушатает. Ну. Подожди. Надо еще здесь открыть. Посылки они все время упаковывают вообще просто отлично. Мне нравится. У меня там, так как у меня там тарелки. Ты что, монстр? Монстр. Так, сейчас будем смотреть. Лёва. Ну, не надо. Смотри. Смотри. Все. Выгнала Лёву. Говорю, не мешай. Ушел. Надеюсь, не обиделся. Так. Что я, значит, там заказала? Заказала вот такие вот штаны. Вот. Я и в садик беру часто их. И носятся они хорошо. Они не застирываются, что мне очень нравится. Поэтому качеством за такие деньги я вообще очень довольна. Дальше брала себе такие спортивные бюстгальтеры на лето. Вот такие топики. Вот. Тоже мне нравится. Уже не первый раз беру. Заказала ему вот такую кофту с Микки Маусом. Так, что еще у меня тут было? Ага. Еще заказала. А, указывается, я столько штанов взяла. Еще вот. Сразу здесь упаковка. Две пары. Нравится мне эти штаны с динозаврами. Так. Дальше что у нас идет? А, взяла еще носочки. Они, оказывается, задумала Леве взять. 27-30 размера, а не с люрексом. Может, одни хотя бы есть? Ну, ладно, если что. Может, подарим девочке какую-нибудь, которая у нас тут есть такого возраста. Так. Дальше взяла вот еще одну такую кофточку. Здесь, по-моему, можно вот так и мячик туда-сюда делать. Ну, в общем, понятно, да? Так. Еще одна толстовка такая вот желтенькая. Ну, чего-нибудь такого. Я беру 116 сантиметров, потому что мне кажется, что это там маломерки. Так как если я возьму... Ну, вообще вот эти толстовки, она будет ему большая, да. Но мне нравится, когда такие объемные вещи смотрятся. Здесь у меня кошка. Конечно, как всегда, когда я снимаю. Так. И дальше, что я заказала... Так, сейчас, секунду. Заказала еще одну вот такую вот кофточку ему с Микки Маусом. Ну, это уже без капюшона. Просто обычная кофта такая. И вот еще один мой спортивный такой бюстгальтер взяла. Дальше, что я взяла. Это свечи. Сейчас вот, наверное, тяжело одной рукой открывать. Сейчас я открою и покажу. Лев у меня забрал коробку. Я думаю, что он все хочет. Ему коробка нужна была. Вот я распаковала свечи. Одна вот такая вот. Уже понюхала. Очень вкусно пахнет. Но, как я говорила, уже я покупаю их не для того, чтобы сжечь, а просто они у меня стоят. Также заказывала вот такую терку там. Вот такая тяжелая, кстати. Я думала, что она из какого-то легкого такого материала сделана. Но это не ржавейка. И действительно, ну, такой вид у нее хороший. И последнее. Вот ради этих тарелок я и заказывала. Вот каждая тарелка индивидуально упакована. Сейчас я их раскрою и покажу. И вот, собственно говоря, ради вот этих четырех тарелок я делала заказ. У меня есть вот такие кружки. Вообще купленные в другом месте. И всего две штуки. Я все никак не могу вспомнить, где мы их покупали для того, чтобы сделать уже полноценный комплект. Но, может быть, потом найду. И как раз вот к четырем тарелкам и закажу эти кружки. Не знаю, почему мне так захотелось. Но, в общем, захотелось. И они сделаны из керамики. Очень тяжелые. Ну, не очень тяжелые. Но такие нормальные. Это самый, как по мне, удобный размер. 21 сантиметр они идут в диаметре. И хорошо помещаются в посудомойку. Правда, я еще не читала, можно ли их мыть в посудомойке. Но вот эти кружки там моются бесконечно. Потому что мы с Женей практически вот только из этих кружек пьем кофе. Вот. И поэтому они каждый день у меня находятся в посудомойке. Ну, посмотрим. Может быть, на одной попробую. Как вообще ничего там не сотрется. Но, мне кажется, они вообще из одного материала сделаны. У них даже вот эти вот края. Видите? И у кружки здесь такой край. И у тарелки. Если они одинаково сделаны, то, скорее всего, в посудомойке тоже можно. Ну, я думаю, что там есть, конечно, предупреждение, что нельзя. Но это на многое посуде такое есть. Но, в итоге, моется она успешно и в посудомоечной машине. И вот терку сейчас тоже повешу. Так что я прям за такую стоимость. Получилось, по-моему, 3,50. Одна тарелка такая стоит. Вот. Были еще больше размером. 27 сантиметров в диаметре. Но это вообще огромное. Поэтому у меня такие уже есть. И решили вот такие маленькие заказать. Всем привет! У нас наконец-то стало тепло. Посмотрите, как красиво. Немножко сниму здесь озеро. Здесь можно делать очень красивые фотосессии. Даже вон уже березки. Все зеленое. Хотя у нас лето очень-очень долго не начинается. У нас наконец-то хорошая погода. В окно вообще очень приятно смотреть. Все зеленое. Такое деревья. Сегодня начали косить газон. Жалко, конечно, потому что мне нравилось и на дуванчике смотреть. Но что делать нужно. Вот. И сегодня, наверное, такой первый более-менее теплый день. Я за всю весну их три насчитаю. Но сегодня 1 июня. Вот. Для детей хорошая погода. Что не может не радовать. Но что-то небо там, конечно, вообще недоброе. Скорее всего дождь будет. Вот. А я хотела пойти на дачу покачаться на качелях. Поиграть. Ну, посмотрим. Если не будет дождя, сейчас соберемся и пойдем. Так. Я продолжаю чистить свой гардероб к лету. Какие-то вещи уже, я говорила, складываю в мешки, выбрасываю. И вот сейчас на лето купила себе две пары обуви. Я чуть не обратила внимание на то, что они одинаковые, только по цветам разные. Хотела немного другие. Но ничего страшного, буду обе пары носить. Единственное, что они, скорее всего, марки будут. И появятся на них черные полоски, которые я просто ненавижу. И сейчас показываю вам, пока они еще в таком хорошем состоянии. В целом, я осталась очень довольна. У них вот такая вот подошва. Я взяла себе 37 размер, но мне кажется, что они маломерки. И на полразмера они меньше, чем есть на самом деле. Потому что они достаточно, ну, плотно сидят на ноге. Хотелось бы чуть-чуть по свободе. Но, может быть, разносятся. Возвращать я уже их не буду, конечно. Поэтому, я думаю, они ко всему подойдут. Эти с платьями можно носить, эти с джинсами. Так что, может быть, еще кеды одни куплю. И тогда, в принципе, на лето уже буду вся упакована. Так, еще вот, девочки мне в комментариях видео про задержку речевого развития еще просили посоветовать какие-нибудь книжки, которые малыш с удовольствием будет слушать. Потому что, как оказалось, очень много детей не сидят и не слушают сказки, книжки. Просто либо листают страницы побыстрее, чтобы это все закончилось, либо по своим делам уходят. А сейчас Лев просто обожает и сказки слушать, и книжки он с удовольствием со мной читает. Ну, то есть, я ему читаю, он садится со мной и слушает. И перед сном мы читаем. Мы начинали любовь к книгам прививать именно вот с этой серии книг про мышонка Тима. Мышонок Тим боится идти к врачу. Мышонок Тим, что он там, не хочет есть. Мышонок Тим капризничает. Мышонок Тим не бойся. Это вообще самая любимая его книга. Их очень много. Мышонок Тим не хочет идти в детский сад. Ну, много там вариантов. У нас шесть, по-моему, книг. Вот четыре это, которые мы чаще всего читаем. Это же еще в отличном состоянии. Потому что, ну, я говорила, что он особо книги не рвет. Ну, где-то вот здесь вот что-то чуть-чуть есть. Но это не факт, что это Лев делал. Вот здесь, посмотрите, очень классные иллюстрации, крупные рисунки, крупный шрифт. И, в принципе, вы своими словами, я когда читаю ему сказки, я знаю, что какие-то слова он может не знать, допустим, что они значат. Я их заменяю сначала и потом уже использую то слово, которое стоит, написано в самой сказке. Так что вот, можете присмотреться к этой серии. Я не знаю, здесь автор у этой книжки указан или нет. Я заказывала их из России. Ну, точнее, у нас есть магазины в Эстонии, которые покупают в России и потом сюда доставляют. Вот, можно тут все прочитать. Ну, просто наберите в интернете серия книг «Мышонок Тим» и там вам выдаст, какие книжки есть. Очень классные, рекомендуется и психологами тоже. Вот здесь, а вот здесь, кстати, указана серия книг, которые тут есть, и вы можете к ним присмотреться. Потому что, ну, Льву очень понравились они. И так далее. И так далее. И так далее. Продолжение следует...